итак здравствуйте меня зовут суслик и сегодня вот я сейчас снимаю обещанный мною ну можно сказать гайд я так не назвал на самом деле по периферии для собственно осу вот здесь ведь планшет клавиатуры там сеньки заранее извиняюсь за бардак на столе но такие дела начнем с клавиатур самого пожалуй неинтересного но достаточно важная тема для ну для осу существует в общем то меня может еще есть но в основном выделяют два вида клавиатуры то мембранные вот это вот мембрана и механическая механическая соответственно я уверен что где-то наверное 70 процентов моих подписчиков на зрителей мембранные клавиатуры вот ну и остальных механические то я даже не уверен 70 слишком мало даже больше дело в том что механик мембранный наоборот в каждом магазине есть они самые дешевые от 50 рублей я думаю можно даже дешевле найти вот эти вот уже подороже но не выглядят как посолиднее так вот но давайте поконкретнее в сторону оставим в чем же разница собственно начнем с мембранки я и уже давно не пользуюсь но в общем-то верой правда нам не служит суть мембранки вот в чем давайте вот так вот сделаем вот посмотрите внутрь видите там такая розовая пипочка это есть мембрана как работает мембрана есть ну там плата как бы под лабудой вот и соответственно контакты на каждой мембранке контакт и как только мы нажимаем на клавишу до конца то есть мы не можем чуть-чуть нажать мы до конца нажимаем мембранка упрямляется и контакт замыкается вот таких клавиатур есть один явный недостаток это во-первых невозможность нажать чуть-чуть то есть ну вы по-любому прилагаете полное усилие чтобы нажать а во вторых это анти гостинг то есть вот на таких клавиатурах мембранных в основном антигостинг один то есть вы не можете как бы одновременно нажать две клавиши чтобы они в обе были зарегистрированы на механике же на вот на моей вы можете где-то наверно клавиш 6 нажатие они все будут зафиксированы и то есть например если вы что-то пишите нажимать одновременно две клавиши они обе печатаются. Здесь же, если нажимаете одновременно печатать, то есть только одна, которую вы нажали первый. Играл я вот на вот этих вот клавишах. Я думаю, там нифига не видно, но на самом деле эти клавиши начали у меня западать. То есть мембрана вон та, она начала западать. И это очень, ну, вы сами должны понимать, что это абсолютно неприемлемо. Вот, как эта херня была. Допустим, ладно. Неважно. В общем, суть в чем, если вы хотите реально, ну, если вы реально серьезно играете в ОСУ, как-то, ну, проработите, грубо говоря, всю свою жизнь по игре, то, несомненно, вам нужна механическая клавиатура, потому что, ну, много споров на самом деле, помогает ли клавиатура стримить там быстрее, не помогает. Ну, чисто мое мнение, помогает. Я купил вот этот мумпад, позже о нем скажу, и сразу, в общем-то, разница была заметна. Вот, ну, если вы просто иногда поигрываете с друзьями мультиплеер, там, 10-15 кант, естественно, вам нахер не нужна механика. Покупаете мембранку за 500 рублей и с ней спокойно играете во все, что, в общем-то, хочется. Ну, это, в принципе, все, что касается мембраны, о ней даже смысла рассказывать нет. Вы все и так прекрасно все, я думаю, ну, зумчик, все прекрасно все знаете. Отодвинем мы куда-нибудь туда и перейдем, собственно, вот к этой красавице. У меня механическая клавиатура T40 Tizono, Каиль Хред, соответственно, соединяемым нумпадом. Сейчас. Вот так он соединяется, вот сюда вот он запихивается, но, когда я играю, обычно этот нумпад у меня не так присоединен как-то, а вот таким вот, ну, удлинителем-проводочком, который шел в комплекте с нумпадом. Ну, это, я это объясняю своим способом, как бы, сиденья, то есть у меня обычно вот здесь вот на столе находится планшет, и вот здесь вот, где-то, где мышка, находится этот самый, ну, где-то там нумпад, вот где примерно центральный по мотоанализу, где-то там находится нумпад. То есть, ну, достаточно широко. Вот. Поэтому для меня это лучший вариант соединяем нумпад. Ну, и, конечно же, очень важно для OSS именно иметь механическую клавиатуру. Сейчас я объясню. Для тех, кто не знает, что такое механическая клавиатура, существует. По сути, ну, самое известное, это два вида. Я думаю, сейчас ничего не видно. Вот. Два вида механических клавиатур, именно переключателей. Первая, это MX Cherry. Вторая, в моем случае, это Kailh. MX Cherry, по-моему, американская, Kailh китайская. Но я, честно говоря, ну, не то, что разницы не вижу, мне сравнить не с чем, у меня не было MX Cherry, но Kailh отличный переключатель вообще. Разница между вот этими Kailh'ами и вот той мембранкой просто огромная. Ну, то есть, даже не сравнится чувствительность нажатия здесь и там. Да, то есть, это шикарно. Механические переключатели, это шикарно. В чем плюсы? Во-первых, здесь мембрана запасть не может, как мембрана. То есть, пока вы не убьете к чертям, оно это понадобится несколько лет, наверное, даже больше, или больше, там, может, лет ну, 10. Я не знаю, сколько нужно, чтобы убить эти свитчи. Но если вы не шагитора, конечно, шагитора может, там, эти свитчи выбить за 5 месяцев, но я не шагитора. Вот, я адекватно стучу по клавишам. То есть, одна из, один из плюсов не западают. Второй из плюсов, вы можете нажать немножко. Да, то есть, вот вы чуть-чуть нажали, и уже нажатие зафиксировалось. Изначально, ну, поначалу, вот не очень удобно, то есть, вот я играл, когда, ну, я купил, когда эту клавиатуру, сначала купил нумпад, играл спокойно в волосы, да, на механическом нумпаде, а все остальные игры я играл на вот этой вот x7, очень древней, она, очень, такая клавиатура уже, блин, для меня историческая, не знаю, сколько лет я на ней играл. А потом купил уже, ну, вторую часть, вот этой вот, сортизона, и пошел в доту, и понял, что, блин, п***ец. Суть в том, что, спелы иногда юзались, ну, я этого не замечал, потому что я чуть-чуть вроде нажал, здесь-то что, у меня спокойно лежат руки на, на кнопках, я случайно нажать не могу, да, то есть, вот реально, ну, какое-то усилие надо приложить, а здесь вот у вас буквально лежит пальчик, вот так, хоп, и как-то, оп, оп, и уже зафиксировалось нажать, и уже спел провязался. Но, очень быстро к этому привыкаешь, и потом это даже, достаточно полезно, не перепрягается никак руки, спокойно так быстренько нажал, достаточно, очень быстро, быстрее так делать, к тому же, так как нет антигостинга, это вообще лепота, там, две кнопки сразу нажал, какие-нибудь два, ненаправленных, например, заклинания, вообще замечательно, ну, то есть, для любой игры, в общем-то, механика, на мой взгляд, лучше. Я видел, что, по-моему, юзер, специально купил, это, мембранную клавиатуру, мол, механическая шумит и мешается, ну, да, действительно, это может быть один из минусов, но мне это даже нравится, достаточно громкие механические клавиатуры, тем более, если у вас переключатель, например, Blue, Blue переключатель самый громкий, там, офигительная отдача идет, ну, то есть, подразделяются переключатели на несколько видов, ну, самые такие распространенные, это красный, черный, коричневый и синий, о них вы можете много информации найти, не буду говорить, потому что я вот только с красными, у меня и здесь красные, ну, сейчас вот посмотреть, вот, здесь красные, и здесь красные, так, это обратно запихнем, ну, вот, ну, красные, они, ну, многие говорят, что они лучше всего подходят для игры в ОСУ, не знаю, наверное, потому что я никаких проблем с красными не вижу, идеально, просто идеально подходит, я знаю, некоторые играют на синих, я хотел изначально синие брать, но мне многие люди говорили, что ни за что, типа, синими, синие самые худшие для ОСУ, бери только красный, но я взял красный, не пожалел, действительно, очень хорошо, но если вы вдруг, там, какой-то богатенький, можете, в принципе, попробовать и синенькие, также их можно перепаять, например, я видел много в группах, ну, соответственно, ОСУ, люди просто, ну, вот, например, вот так вот блок, они впаивают, у них здесь красный, допустим, а тут синий, тут черный, тут коричневый, не знаю, хера вот эти, ну, так много, да, но перепаивали просто спокойно, и все отлично, было, вот, еще из минусов, что можно отметить, если вы прольете воду, ну, скорее всего, будет очень плохо, то есть сразу нужно сушить, оно прям моментально, иначе, ну, кирдык, я, правда, еще ничего не проливал, хотя, ну, клавиатура у меня уже достаточно давно, вот, ну, если брать конкретно вот эту, клавиатуру, вот это огромный минус, вот эти три кнопки, вот эту я клеим, захерачил, потому что я просто не могу, я не понимаю, зачем эти кнопки нужны, один открывает интернет-эксплорер, другой MSN, я вообще не понимаю, для кого это сделано, Windows Media Player, эти клавиши никак не программируются, то есть они вот так вот всегда открывают, только вот эти вот интернет-эксплореры и прочее дерьмо, я не знаю, зачем это, я не пользуюсь ничем из этих трех, поэтому я просто зафигачил, туда клею, вот, время отклика, ну, естественно, у механики время отклика намного короче, то есть быстрее отклик идет, но скорее всего обычный обыватель это никак не заметит, вот, ну, в общем-то, реально, тут больше говорить нечего об этих лавиатурах, если вы, вот рядом с вами, поставить мембранку и механику и сказать, пробей-ка, ты 260 BPM, Вася, и, как бы, ну, ну, очень сложно будет 260, например, пробить на мембранке, ну, сами смотрите, вот я на мембранке играл, вообще стримить не мог, а как только купил механику, уже Freedom Dive, в общем-то, даже, слегка оверстримил, да и до сих пор, на самом деле, оверстримил, уже с руками, ну, вот, но, считается, что мембрана, это чисто такая, совсем небольшая, но все-таки, техническая такая, ну, это просто мешает, да, техническое ограничение, вот, сказал, ну, наверное, это все, что касается клавиатур, потому что я не знаю, что еще можно сказать про клавиатуры, вам не обязательно покупать, естественно, отделяющийся numpad, или что-то, вообще ничего не обязательно покупать, не знаю, почему я говорю, обязательно покупать, но если вы, например, найдете чисто вот, вот эту часть, только, то есть, у кулермастера есть, клавиатуры без numpad, я сначала такую хотел, но потом вот эту увидел, вообще влюбился в нее, есть без numpad, но почему-то они бешен дорогие, дороже, чем эта, вот это я купил за 2 тысячи, вот это за 5, то есть, вместе это комплект 7, и тут мне там еще дали, ну, карточку на скидончик, сейчас там, что-то, типа, ну, 7,5%, не очень много, там код, вот, я думаю, чем больше у них покупать, тем больше они будут скидки давать, но это не важно уже, многие, наверное, увидели в магазине Osu Store, Nono, K-Pad, по-моему, там 2 кнопки, вот, там 2 механические черри кнопки, и стоит это удовольствие 40 долларов, ребят, если смотреть по курсу на сегодня, какое у меня, на 21 сентября 2015 года, 40 долларов, это 2700 рублей с лишним, около, около, ну, около того, где-то 2700, вот это, я еще раз повторяю, то ли за 2, то ли за 2,100, а, вот, вспомнил, за 2,50 на официальном сайте покупал, тут больше кнопок, чем в K-Pad, это видно, наверное, 2,50, это полноценный Numb Pad, если вы какой-нибудь, не знаю, если вы, блядь, в калькуляторе, не знаю, это очень странно, наверное, на самом деле, вот, я достаточно часто пользуюсь этим, чисто как, ну, Numb Pad лежит где-нибудь здесь, калькулятор мышкой нажал, спокойно на Numb Padе, посчитал все, через Windows калькулятор, естественно, очень удобно, вот, если вам тупо нужен Numb Pad для работы, например, и для игры, спокойно берите отличный Numb Pad, клавиатура тоже шикарная, вопросов никаких нет, как вы, ну, вы сами можете видеть, она очень такая, красивенькая, вот, так, ладно, давайте забудем про клавиатуры, блин, вроде все сказал, но еще минус, вспомнил минус механической клавиатуры, тяжелая, очень тяжелая, ну, для клавиатуры тяжелая, я имею ввиду, далее о мышке, так как я не играю на мышке, я абсолютно не знаю, какой должна быть мышка для игры, в OSU, но у меня вот такая вот, Rock Cat Sound, хорошая мышь, реально, мне очень нравится, но в OSU я особо на мышке играть не умею, сразу к вопросу, который я уже, по-моему, поднимал, уже на него отвечал, можно ли играть на планшете, так же, как на мышке, можно, можно, я могу представить, ну, представить, вспомнить множество игроков, которые на мышке играют лучше, чем многие играют на планшете, того же Doomsday, вспомните, играет на мышке, херачит, просто офигительно, куча топ-1 рекордов, на мышке, у него, у него вроде есть планшет, но он играет на мышке, того же Nikov, вспомните, в общем, много, много людей играет на мышке, ладно, давайте перейдем к самому интересному, наверное, всем, графический планшет, вакуум, бамбу, сейчас уже бамбу, по-моему, не продают, но есть Intos, и они не хуже, если не лучше, по-моему, они даже лучше, ну, вот, у меня вакуум-бамбу, кому интересно, модель CTL 470, я не знаю, зачем я здесь заклеил штрих-код, наверное, это надо было зачем-то делать, не знаю, зачем заклеил, а, я там вроде какую-то дырку делал, хотел разобрать, да, видите, вот у меня здесь, такие вот, сморезки, не помню, зачем я хотел это разобрать, но вот хотел, давайте начнем, с обратной стороны, ну, вы можете здесь видеть некоторые изменения, это вот эти вот штучки, сейчас вот, видите, плохо фокусируется, резиновые такие штучки, ну, я думаю, всем понятно, ты ема шусы, алло, вот, резиновые штучки, ну, чтоб не скользило, они здесь изначально есть, только они силиконовые, но они очень так нормально отлетают, они начали отлетать, как только и ВОЗ начали играть, когда я рисовал, ничего не отлетало, присоединяется оно вот таким вот, ну, естественно, у меня другой кабель, я просто для виду воткнул, там, по-моему, micro-ISB, здесь USB, ну, кстати, сразу, к клавиатуре, почему-то, вот, у X7, если вам это интересно, конечно, разъем, вот такой, очень смешной, считаю, купил клавиатуру, когда-то, наверное, в 2009, ну, вот такой вот шнур, для меня это удивление было, но, к счастью, у меня на компьютере есть такой шнур, здесь же все посерьезнее, вам, конечно, ничего не видно, но суть в том, что здесь, так как тут еще установлено два хаба, слева-справа, соответственно, для присоединения нумпада, но можно ничего угодно присоединить, тут идет провод питания, вот такой, вот такой, и вот такой вот, очень, всем известный, тут USB, все кабели очень хорошие, такие, обшитые, типа, чем-то обшиты, так же, как и USB-шный кабель для нумпада, где он, вот он тоже чем-то обшит, таким, ну, это хер с ним, так, ладно, теперь к лицевой стороне, как видите, у меня здесь, такая наклеечка, раньше у меня была наклейка, и на рабочую поверхность, никак это на работе не сказывается, я это делал для того, чтобы, ну, вы сами можете видеть, сейчас на свету, видите, какой по центру круг нарисован, нарисован, и вообще, вот эти вот все, ну, такие, видите, нематовая поверхность, все в том, что стирается, тем более, когда вы играете в ВОСУ, стирается поверхность, несмотря на то, что я играю, даже не знаю, это вообще жестко, конечно, не стирается, какая-то хрена такая, ну, на скобильность, короче, даже если вы играете на весу, как я, все равно спину вы крутите, касаясь, иногда касаетесь, все равно в итоге царапается планшет, поэтому, так, одну секунду, я заказал вот такие вот наклеечки, вот у меня есть наклеечки, вы можете их заказать много где, на самом деле, не буду говорить, где я заказывал, потому что, я думаю, любой сможет найти какой-нибудь стикер боббинг, вот такие наклеечки, обычные, какие-то, ну, типа резиновые наклейки, стикер боббинг, найдите, то есть, это люди, которые делают наклейки, для людей, которые отклеивают там, какие-нибудь себе мопеды, еще какой-нибудь херь, ну, вот, у меня была вот такая вот наклейка No Game No Life, вот сюда, мне ее пришлось найти, потому что я со злости как-то раз ткнул сильно, и вот тут как раз мне наклейка спасла, наклейка повредилась, чуть-чуть там дырочка была, но поверхность достаточно гладкая осталась, здесь бы я со всей силы ткнул пером, а поверхность, ну, я не знаю, что было бы, стоит наклейка где-то, ну, рублей 50 может, ну, она недорогая, по-моему, берем обратно, так, окей, хожу по комнате, как блогер какой-то, бьюти-блогер, бьюти-блогер, так, стоимость, по поводу стоимости планшета, я его покупал в районе двушки, но сейчас я уже таких цен найти не могу, даже, по-моему, не двушки, даже дешевле вроде, я не помню, за сколько я покупал, в общем, достаточно дешево, на тот момент, сейчас уже дороже, ну, вот такой планшет, не знаю, что еще о нем говорить, здесь такая хреновень, типа, сюда впихивать ручку, а ручки, а пере, точнее, пере, перо, давайте поближе посмотрим, как видите, у меня есть изолента, я ничего, мне не сломалось перо, я сам вытащил вот здесь, тут кнопка была, я ее уже просрал, но я вот так заклеил, суть в том, что у меня гриб, ну, достаточно стандартный, вот он вот такой, да, ну, то есть, обычный гриб, у многих игроков, примерно такой же гриб, там, кто-то вот так держит, грибов очень много, я вряд ли смогу сделать по ним видео, потому что я не представляю, как какой-нибудь хвик там держит перо, как-то вот так, кто-то вот так, вот вообще, ну, то есть, я гриб особо не знаю, я знаю свой гриб, вот, в этом грибе очень неудобно иметь кнопку, здесь, вот, я его вырвал, заклеил изолентой, не фокусируется, ну, вы сами можете знать, на перье находится наконечник, вот он, да, он очень быстро стирается, очень быстро, вакуум, ну, в общем-то, вакуума фирма, да, это, по сути, один из самых таких прибыльных методов заработка, это как раз продажа перьев, потому что планшет, он неубиваемый, вы его купили один раз, никаких батареек здесь нет, тут тоже ничего нет, просто такая пластина, ничего с ней случиться, по сути, не может, вы с ней живете, и живете, а вот перья истачиваются, ну, вот сами вот эти вот, ну, наконечники, истачиваются просто пипец, как быстро, это, на самом деле, был, был, ключевой фактор, из-за которого мне пришлось играть, ну, начать играть на весу, но потом я помню, потому что так, на самом деле, даже удобно на весу играть, вам ничего не мешает, да, вот, но если вы играете на весу, конечно, никаких проблем нет, я видел кто-то, да я сам, на самом деле, пытался играть вот так, но на самом деле, ластиком, это типа ластик на конце, и не очень удобно, вот, стоит ли покупать планшет исключительно для игры, ну, вот тут я бы, не сказал, я бы не сказал, что планшет стоит покупать исключительно для игры, потому что, Ну, это уже лишняя трата денег, да, потому что, ну, очевидно, если вы играете, вы играете, да, и вам нужна хорошая клавиатура, ну, это, лично, на мой взгляд, это как хорошая клюшка у хоккеиста, да, то есть, это реально, ну, это ваш инструмент, это ваш инструмент исполнения, и вы им исполняете не только в ОСУ, а во всех, в общем-то, играх, в которые вы играете везде. Планшеты для исполнения вы играете только в ОСУ, лучше научиться играть мышкой, это достаточно нестандартно, потому что, на самом деле, это, конечно, планшетников больше, чем, блин, меня так смущает эта тетрадка с какой-то атласами графиков или что-то такое, о чем я, намного больше, конечно, планшетников в топовых игроках, но это, я не знаю, почему это так, но их больше, скорее всего, просто потому, что люди смотрели, у ОСУ надо купить планшет, и покупали, бред, да, на мышке, возможно, сложнее научиться играть, но, поверьте, это, это не хуже, это не хуже, чем играть на планшете, просто ради одной игры покупать планшет, это глупо, если вы планируете попробовать порисовать еще что-нибудь, тогда, да, рисовать достаточно прикольно на нем, только для любых целей лучше берите самый маленький, вот это вот, это самый маленький планшет, это С, я думаю, вы можете представить размер М и Л, а может и не можете, это реально огромные будут лопатины, а вот это нормальный размер, даже не знаю, что еще рассказать, в общем-то, это, наверное, все, если какие-то вопросы будут, если их будет много, главное, то я запишу еще одно видео по периферии, но пока вот это все, вот, хочу еще кое-что сказать, уже не по поводу периферии, ну, как, на самом деле, не уверен, что многие, но кто-то из вас знает, что мы запускаем новый проект, ну, задает, в смысле, в котором я тоже буду, вот, вот, Спайсы и Сахарами называется, переходите по ссылке в описании, там будет ссылка на ВК-группу, на сайт, вот, следите, должно быть достаточно интересно, ну, а если вы только по осу, то, в общем-то, наслаждайтесь туторчиками, гайдами, вот, ну, как я уже сказал, если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях, я обязательно либо отвечу, либо, если это будет обширная тема, я, кстати, по-моему, об этом говорил чуть ли не каждый выпуск, если есть какая-то обширная тема, какой-то вопрос, который требует видео, я сделаю видео, мне не впаду делать видео, проблема в том, что очень сложно придумать, о чем мне сделать, да, то есть, любую игру возьми, не сложно придумать, записать какое-то видео, вот, а вот по осу, ну, как-то нет, вот, единственное, что можно делать по осу, это стримы, которые я периодически делаю, ссылка на стрим-канал также будет в описании, вот, до того, как я скатился, скатился я где-то в мае, меня смотрели достаточно, в общем-то, ну, достаточно человек, там бывало по 30 человек, но сейчас никто не смотрит, и я и не стримлю почти, вот, но если зрители будут, я обязательно буду стримить, это интересно, ну, все, до новых встреч, до свидания, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!